Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. Мы с вами едем в Адлер, встречать нашего любимого туриста, а может быть и не туриста. Посмотрим, как у нас получится. Время сейчас без 15.08. Немножечко, я скажу честно, немножко я задерживаюсь. Ну, как задерживаюсь? Я знаю, что багаж получать и так далее. Поэтому, я думаю, вовремя приедем. Так вот, на какую тему хотелось бы с вами поговорить? На тему, конечно же, незаконного жилья в Сочи. Сейчас посмотрел видеоролик, что у нас сносит тот самый объект, который у нас был построен на Белорусской. Это у нас перед Гринселлом. Кстати, я сегодня снимал сюжет, вы можете этот домик даже слегка увидеть. Так вот, почему сносят дома? Ну, во-первых, там первая береговая линия. Разрешение было на три этажа. Построили черт знает сколько. При этом это у нас перевели его в саду с квартиры и так далее. И, по сути, да, в принципе, все знали, что этот объект проблемный. Я, слава богу, там ничего не продавал. Вы же знаете мою концепцию. Я в Адлере, да, в Адлерском районе, особенно все, что касается вблизи Олимпийского парка, особенно все, что касается вблизи железнодорожного вокзала и тому подобное, предпочитаю не продавать. Почему я не продаю? Да, ответ очень прост, потому что страшно. Страшно, страшно, еще раз страшно. Вроде бы дом был законный, а тут становится незаконным. Вроде бы то. Поэтому всегда стараюсь переориентировать. Теперь следующий момент, да. Почему в Адлере такая высокая цена? Ну, потому что те объекты, которые действительно достойны, да, те объекты, которые действительно хороши, да, этих объектов, по сути, очень мало в Адлере. Да, ну, пять объектов, наверное, не больше. И поэтому, конечно же, на фоне этого всего становится дефицит жилья. Дефицит, и поэтому очень тяжело, да, там, что-то подобрать, недорого и сердито, что было. Поэтому и ценник в Адлерском районе, который объекты нормальный, достойный, они начинаются от 180 тысяч рублей за квадрат. И многие говорят, Максим, ты, говорит, не любишь Адлер. Ребят, я люблю Адлер. Просто я не хочу продавать объекты, которые, ну, у которых есть какое-то сомнение. Понимаете? Да, я продаю. Я продавал Удача Плюс. Я продавал Удачу Вторую, если не ошибаюсь. Я продавал в Адлере... А что еще в Адлере продавал-то? А, да, Удача Плюс, Удача Первую, что вроде продавал, Миндаль продавал. Это те объекты, которые, ну, безопасны, нормальны от хорошего, порядочного застройщика. И, конечно, да, вот кто-то сейчас скажет, а как же еще другие объекты? Ну, понимаете, другие объекты, которые безумно дорого стоят, у меня просто не было целевого клиента вот именно на эту сумму. И поэтому я там не продавал. Потому что, еще раз повторюсь, чтобы зайти в Адлер, в центр Адлера, это нужно в бюджет не менее 5 миллионов рублей. И, опять же, да, из-за те объекты, которые строились, и я сомневался, я предпочитал лучше не продать, нежели продать. У нас, что ни сунься, да, в Адлере у нас объект проблемный. Через один объект реально проблемы. Да, сносят дом, публиковали видеоролики и тому подобное. Но, 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 если хочется вам что-то взять безопасное, да, то я рекомендую вам лучше присмотреться к тем объектам, которые построены, те объекты, которые находятся в центре Сочи. И, конечно же, в центре Сочи я еще не видел, чтобы какой-то объект сносили. Ну, так вот, потому что, в принципе, центр Сочи никому не интересен, да, как бы ничего там нового не строится и тому подобное. Так вот, теперь давайте поговорим про ценовую политику. Сегодня мне прислала помощница цены. Я посмотрел, я просто офигел, какие сейчас цены у нас на Соболев, какие цены у нас сейчас на Донской, какие цены на Кватор, какие цены на Транспорт и так далее. И теперь, да, вот я вот хотел продавать свою квартиру в жилом комплексе «Мелодии леса», чтобы купить квартиру в другом месте. Я теперь 50 раз подумаю, а стоит ли он того, а смогу ли я купить, а получится ли так, что я продам квартиру и возьму просто, и останусь без ничего. Поэтому я сейчас поставлю за свою квартиру ценник, скажем, не низкий, поставлю ценник средний по рынку, мне нет смысла продавать дешевле. Я знаю, что у меня квартира супер, у меня квартира потрясающая, у меня с шикарным ремонтом, где все работает, где все есть коммуникации. Ну, просто хочется немножечко еще расшириться, ну, немножечко расшириться. Поэтому, да, я свою квартиру сейчас поставлю за 6,5 миллионов рублей, хотят покупать, пускай хотят не покупают. Ну, конечно, со всей техникой, с мебелью, все как положено. Но, 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 какие предложения, вот многие спрашивают, ты считаешь оптимальным, да, в качестве покупки для того, чтобы можно было жить с семьей. Хотя бы мама, папа, я, да, и там, не знаю, еще кто-нибудь. Я вот считаю, что сейчас топовые объекты, да, это жилой комплекс Прагма, потому что ценник меньше 100 тысяч рублей за квадратный метр, пока они не подняли цены. Опять же, я вот рекомендую присмотреться к, если мы берем с вами стройку, да, вот, ну, бывает же стройку тоже берем. Я рекомендую сейчас присмотреться к жилому комплексу, ну, все-таки, Кватра. Кватра, потому что очень интересный объект для ПМЖ, очень интересный объект в плане отдыха и подкупает наличие двух школ. И я вот удивился, что вот завтра сниму сюжет, там они достроили еще один корпус в 82-й школе. Блин, они просто молодцы, я считаю, просто красавцы. Я тоже это сниму, потому что действительно для того, чтобы комфортно было ученикам, да, которые там школы уже переполнены, ну, представьте себе, да, был Дагомыс, было две школы, да, и были там несколько объектов. Да, было супер, да, было классно. Но буквально за один год выросли там еще семь домов, да, восемь домов. Это у нас жилой комплекс, который называется Босфор, да, соответственно, там очень много квартир, это значит, что много будет семей. Два дома, да, выросло. Возьмем с вами жилой комплекс Кватра, выросло четыре дома, да, уже сколько получается? Уже шесть. Берем с вами место под Солнцем, там сдались два объекта, да, в последний год, и еще один там сдается. Сколько уже получается? Уже получается девять. Опять же, сдался жилой комплекс Солнечный Дагомыс, а это еще плюс один, это десять, да, сдались два корпуса в жилом комплексе Каравелла Португалии, блин, ну, тоже прибавилось. Сдался жилой комплекс, который называется у нас Каньон Дагомыс. И вот, исходя из этого, я могу сказать, что, ну, Дагомыс очень сильно, да, потому у нас, если мы сделаем, там, сравнение по приросту, да, приросту, не знаю, жильцов, там, конечно, Дагомыс очень сильно, сильно, очень и очень сильно. И, опять же, там и сейчас идут строечки, да, сейчас строится у нас Дагомыс парк, строится у нас торгово-развлекательный центр, и много чего интересного еще строится, да, и строится хороший объект. Мы сегодня смотрели с одним из моих клиентов, одним из моих подписчиков, смотрели эту строечку, которая, которая, которая уже, уже выходит из котлована. На самом деле это огромный плюс, на самом деле это супер, на самом деле это просто потрясающе, и рад, что появляются объекты, которые действительно можно продавать. Теперь, что касается ценообразования. Ну, смотрите, если вам хочется самый недорогой объект, который строится по федеральным законам 214, это, конечно же, у нас жилой комплекс семейный, который строится в Лазаревском. В принципе, Лазаревский нормальный район для ПМЖ, нормальный район для отдыха, если вдруг у вас там есть работа, да. Если же работа будет зациклена на центре Сочи, то авантюра еще та, ну, сомнительная авантюра, сразу скажу. Следующий момент, есть, конечно же, жилой комплекс, который называется Измайловский парк, да, строится. Кстати, темп у него хороший, но одно бесит, что до сих пор Измайловский парк, первый дом, да, до сих пор не сдался. У меня там есть одна квартира, одна продажа, блин, зовут ее Наталья, блин, она меня там до сих пор, наверное, проклинает, хотя люди уже живут, все, просто не получат документы. Да, ДДУ есть, сделка зарегистрирована в Росреестре, но право собственности не получится, надеюсь, что получат. Если не получат, то я смело буду презентовать Измайловский парк 2, потому что там можно купить квартиру за 1,6 млн. по федеральному закону 214, при том можно эту квартиру взять и в ботеку, а это огромный плюс. Следующий момент, да, вот, чтобы я тоже порекомендовал бы покупки, да, конечно же, вот сейчас буквально через 3 недели появятся продажи в верхней этаже в жилом комплексе, который называется Босфор. Да, не построили, да, все и ждут именно сдачу дома. Сейчас нет человека в Сочи, который отвечает за сдачу, да, пытается сдавать через Краснодар, потому что в Сочи, ну нет, с последними арестами, с последними вот этими непонятными ситуациями, с туевинами, да, вот так вот мне сказал один подписчик. Ну, не получается. Не получается пока сдать, хотя дом построен, все готово. То же самое могу сказать про жилой комплекс Огни Сочи, он тоже построен, в принципе, осталось только сдать. И еще тоже ряд объектов есть, которые построены и, по сути, ждут своей творческой сдачи. Я думаю, сдадутся, потому что эти объекты строились по ФСЗ-214, никаких нареканий не было, все построили, а вот проекты особо сильно не отходили, там, ну, один проект, ну, может, отошли, а так в целом нормально. Теперь, да, соответственно, цены на эти. Цены не такие дешевые, как хотелось бы, но у нас в Сочи все подорожало, поэтому, поэтому, как бы, надо так. Опять же, те люди, которые присматривают себе объект, которые хотят, чтобы был универсальный, чтобы можно было сдавать его посуточно, сдавать круглогодично. Ну, и опять же, самому приезжать отдыхать, это, конечно же, пока лидер, это жилой комплекс Атлантис. Это отличный вариант, хороший вариант. И один из моих сегодня подписчиков, да, спросил, а почему ты сам себе его не купил? Ну, ребят, потому что у меня денег нету, потому что это все стоит денег, а денег нет. Да, денег нет, но вы держитесь, как говорил Великий Медведев. Ну, нет денег, ипотеки там нет, какой-то рассрочки внутренней большой нет и тому подобное. Вот и получается, когда-то я хотел купить себе автомобиль, и он должен был быть непременно новый. Я тогда купил себе Ладу Приору Универсал. Почему я выбрал Ладу Приору Универсал? Потому что на Ладу Приору были спецусловия по кредиту, там были хорошие условия. Там, во-первых, кредит ты брал по поддержке государства и тому подобное, да, поддерживали вот эти российские автопромы и тому подобное. И получается, я тогда взял по очень выгодному кредиту, я взял по очень выгодному курсу, понимаете? Ну, реально очень выгодно взял. Но, например, я хотел тогда взять Киа Рио. Ну, на Киа Рио были скотские условия по кредиту, на Хунда Солярис тоже самые были. Поэтому пришлось тогда взять Приору. И я не горел этой Приорой. Ну, Приорой Приора просто взял. Что касается домов, и здесь то же самое. Есть некоторые варианты, да, вот, когда вот я себе покупаю и вроде бы не горю. И вот, кстати, мне там один писал, там, покажи свидетельство права собственности на жилой комплекс Радужный. Ребят, у меня есть видеоролик, где я показывал, ну, реально, где в ролике я показал. Если вдруг кто-то сомневается, пишите мне в WhatsApp, я возьму и пришлю вам выписку с Росреестра, где записана квартира на меня. Ну, реально на меня записана. И пока я не смог записать на дочь, дочь исполнится на 18 лет. Если мы там не провернем аферу, не провернем, ну, не продадим там квартиру и не купим ей квартиру в заокзальном районе в Прагме, то эта квартира останется ей. И почему мы ее купили? Ну, потому что условия были нормальные для покупки, да, была внутренняя ипотека. Не самый лучший процент, но я взял, я реализовал свой шанс. Купить квартиру с ремонтом в Сочи за 500 тысяч рублей. Сегодня я сделал очередной платеж, поэтому вспомнил. Очередные платежи я совершаю в размере 65 тысяч рублей. Да, можно платить меньше, но я хочу платить еще больше, чтобы быстрее взять и рассчитаться за эту квартиру. Потому что проценты там, конечно же, скотские. Ну, 100% скотские проценты. Сбербанк, ВТБ, банк и так далее не бывает низкого процента. Всегда ипотека – это очень страшно. Я всегда говорю своим клиентам, но иногда ипотека – это единственный шанс приобрести какое-либо жилье. И если бы мне сейчас одобрили ипотеку, например, в Сбербанке, я обязательно бы купил себе квартиру в жилом комплексе Прагма. Ну, 100%. Если бы в Прагме закончились квартиры, то, наверное, рассмотрел бы себе в качестве покупки жилой комплекс Триумф. Там тоже мне нравится. В принципе, можно брать, хоть это и Адлер. Но свои плюсы там непременно есть по территории, по всему остальному. Теперь, что касается большинства. Спрашивают у меня, что бы ты посоветовал в бюджете 1,5 млн. рублей? Ну, ребят, в 1,5 млн. рублей тут реально три объекта. Они есть. У меня есть они в том числе и на канале. Я еще пока не скрыл. И если нужно, пишите. Я вам посоветую, что можно взять в пределах 1,250 млн. и так далее. Есть проекты, есть проекты, на которых можно заработать. Но это, конечно же, не ФСЗ-214. Ну, как бы так. Теперь, что касается в бюджете 2 млн. 2,5 млн. Уже можно рассмотреть варианты в ипотеку. Такие квартиры есть. Ну, сразу говорю, это квартиры там 100 квадратных метров. Извиняюсь. Это 100 тысяч рублей за квадрат. И больше, чем 25 квадратных метров можете даже не ждать. Есть такие варианты. Теперь, что касается, есть ли квартиры со статусом квартиры и тому подобное. Да, есть такие варианты. Это будет 22 квадрата с видом на море. Есть такая у меня квартирка. И стоит она 2 млн. 300 тысяч. Ну, она дешево реально стоит. Ипотека Сбербанк проходит, ипотека ВТБ проходит. Все нормально. Такие цены есть. Ну, чтобы там можно было со статусом квартиры купить за 1 млн. 600, за 1 млн. 700, таких цен, конечно, в Сочи не бывает. Ну, и это факт. Теперь следующий момент. Если есть 3 млн, что же можно взять? За 3 млн мы можем взять квартиру готовую с ремонтом. Такие у меня тоже варианты есть. Притом, очень несколько вариантов. И, конечно же, мы можем рассмотреть в этом бюджете уже квартиры в черновом варианте. Но площадь, чтобы была такая нормальная. 45 квадратов, 46 квадратов. И эти квартиры тоже можно взять в ипотеку. И, конечно же, за эти же деньги можно купить стройку по федеральному закону 214, где будет статус квартиры, где будет сдача дома через полгода. Такие варианты тоже есть. Но ценник не совсем, скажем, гуманный. К примеру, жилой комплекс «Кваттро». Я считаю, что это один из лучших вариантов. Теперь что можно купить в пределах 5 млн. рублей? Да, в пределах 5 млн. рублей выбор, конечно, больше. Если мы смотрим центр Сочи, вы там ничего не купите. Если же мы смотрим с вами, например, тот же самый Соболевку и тому подобное, то можно купить там квадратов 45-50. Если же мы будем смотреть Тимирязево, на Тимирязево можно взять квартиру уже с ремонтом. Притом с хорошим ремонтом. Там за 4 400, если не ошибаюсь. Если мы будем смотреть Адлерд, в Адлере можно взять хорошие объекты. К примеру, жилой комплекс «Удача-2». Я считаю, что это хороший объект, безопасный именно в Адлере. Если же мы смотрим что-нибудь такое хорошее, «Удача-2» и тому подобное, это можно купить жилой комплекс «Кваттро» 50 квадратных метров. Та самая квартира, которую я взял для своих родителей. Если вдруг кто-то сомневается, можете спросить в отделе продаж, можете спросить где угодно. Квартира номер 290, она на мне. Если кто-то сомневается, можете писать мне в WhatsApp. И я вам пришлю выписку с Росреестра о регистрации. Хотя, еще раз повторюсь, есть у меня такой видеоролик, где я все это взял и наглядно вам показал. Если вдруг нужно повторить, то беспокойно повторю. В отличие от других риелторов, которые якобы себе покупают квартиры, якобы что, якобы все, я действительно покупаю. И у меня все сделки проведены в Росреестре. И даже у меня была инвесторская квартира, которая в Дому озере. Мы тоже ее продали. И все, как бы одна квартира осталась. Ну, опять же, это не моя квартира осталась. Ну, в общем, я там участвую, потому что там есть часть моих денег. Все, вот с этим понятно. Теперь следующий вариант. Что же можно купить в Сочи, там, относительно недорого? Ну, это, конечно же, будет Соболевка, это будет, конечно же, у нас Лысая гора. И это, конечно же, будет Тимирязево. Все, что более-менее там пониже, там, поинтереснее, та же самая Мамайка и так далее, то ценник становится гораздо выше. Ну, реально выше становится. Теперь, что касается, что же можно купить за 6 миллионов. А вот здесь уже самое интересное. За 6 миллионов рублей мы уже можем купить дом в Черновом варианте. К примеру, в Молдовке. С хорошим, потрясающим видом на море, на горы заснеженные. Ну, реально классно, мне там даже нравится. Мы можем уже рассмотреть дом, да, на предсдаче, частный дом. Уже можем посмотреть на Мацесте. Это будет домик на 2,5 сутках земли, 140 квадратных метров. Такие варианты тоже есть. Если же мы будем смотреть с вами танхаусы, то можно на Соболевке уже взять танхаус, построенный с документами. 200 квадратных метров, но это будет 4 этажа. Каждый этаж будет по 50 квадратных метров. И можно уложиться там в пределах 5,5 или 5,7. Поэтому, когда есть 6 миллионов, уже можно позадумываться про дом. Опять же, дом, конечно же, будет без ремонта. Если мы сделаем ремонт, то еще нужно на дом заложить как минимум, ребят, 2 миллиона рублей. И в итоге, чтобы можно было заехать в дом, вам нужно без малого, ну, 8 миллионов нужно. Ну, в крайнем случае, 7,5 миллионов рублей. Поэтому, когда вы стоите перед выбором, что лучше, дом или квартиру за эти деньги, имейте в виду, что отремонтировать квартиру вам выйдет дешевле, чем взять и отремонтировать, довезти до ума дом. Теперь, что касается квартир. В пределах 6 миллионов я бы рекомендовал взять жилой комплекс «Прагма». Там есть квартира за 6,3 миллиона. Хорошая квартира, 66 квадратных метров, 2 школы, детские сады. Блин, кладбище даже там на расстоянии 2 километров. Морг есть на расстоянии 2 километров. В общем, есть и больницы, и поликлиники, и спортивные секции. В общем, целевая аудитория подходит вся. Кто приехал в Сочи помирать, и для вас подойдет. Кто приехал в Сочи на ПМЖ с детишками, и для вас подойдет. Кто хочет в Сочи ровную поверхность и доступность к транспорту, чтобы там проходило мимо 18 автобусных маршрутов, вам подойдет этот объект. Если кто-то хочет просто отдыхать, и чтобы было недалеко от центра, чтобы пешочком можно было за 15 минут, за 20 минут дойти до центра, и вам этот объект подойдет. Кому нужны тротуары и так далее, и для вас тоже объект подойдет. Именно поэтому я там хочу себе квартиру. Хочу квартиру либо 75 квадратных метров, которая стоит 7300, либо хочу квартиру 66 квадратных метров, которая стоит 6300. И при том эти квартиры просто с потрясающими видовыми характеристиками, и там просто отличный вид на весь центр, на морской, ой, на ЖД вокзал, на море и так далее. Такие варианты тоже есть. Что же мы можем посмотреть в этом сегменте с ремонтом? Есть у меня квартиры на Макаренко, но она уже будет подороже, 75 квадратных метров, это будет евро-однушка, и она стоит, если не ошибаюсь, 7,5 миллионов рублей. Это будет не из Макаренко, а в районе института Сгутин. Если же мы с вами рассматриваем в пределах 10 миллионов рублей, что же там можно взять интересного? В пределах десятки я рекомендую присмотреть также жилой комплекс Прагмы, там есть большие квадратуры. Я рекомендую присмотреть уже жилой комплекс Триумф, там потрясающие квартиры, есть именно большие, потому что до 6 миллионов там без слез на квартиры не посмотришь. Квартиры начинаются нормальные в Триумфе от 9 миллионов. Но это хорошая площадь, это хорошие варианты, ну просто потрясающие варианты. Опять же, можно рассмотреть как вариант, да, вот жилой комплекс, который называется Бачаров-Маяк. Это вся сумма в договоре, не будем про это забывать, это важно тоже, так же как в Триумфе, так же как и в Прагме. И в целом это хорошие квартирники, за которые не нужно переживать, снесут или не снесут. Скорее всего не снесут, потому что там все чисто, все законно и так далее. Вот примерно так. Теперь каждый раз спросят, а можно ли что-нибудь взять на Донской? Да, есть пара у нас инвесторских квартир в жилом комплексе Грант, там давно уже все продано. И в целом там можно купить хорошие квартиры по относительно невысокой цене, можно купить по 90 тысяч рублей за квадрат. Да, там будет вид на море, да, там будет все супер, но проблема будет с парковками и от них никуда не деться. И проблему будет с подъездными путями, все равно там не везде есть тротуар, в общем некомфортно, неинтересно ходить. Все, пока мне, пока ничего мне не, пока клиент не отписался, поэтому мы сейчас сделаем с вами круг подсчета. Блин, столько таксистов собралось, просто жесть. Ладно, мы сейчас сделаем круг подсчета, потому что можно на, возле аэропорта стоит только 15 минут бесплатно. Поэтому мы немножко покатаемся, я вам еще расскажу. В пределах 10 миллионов уже появляются дома, да, которые называются в стиле хай-тек. Кстати, один из таких домов мне понравился, который будет строиться на Тимирязево, это улица Выскогорная. Ну там просто, ребят, потрясающие подъездные пути. Я сегодня этот видеоролик заснял, и там можно купить сейчас дом хай-тек, да, 160 квадратных метров. Это прям оптимальный размер, потому что я смотрел на Мацесте, вот с Надей, да, есть там хороший домик. Сейчас, секундочку. Алло. 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 Да-да-да. Выходите к большому телевизору, я подъеду через 3 минуты. Хорошо, я сейчас подъеду, проехал, сейчас. Итак, да, проехали, блин, я прям вот чувствую, что я проезжаю аэропорт, и сразу же звонок. Ничего страшного, сейчас мы с вами развернемся прям по-быстрому. И спокойненько, спокойненько, спокойненько мы заберем клиента. Даже, видите, даже не опоздал. Все супер, все классно. Уже есть хороший домик, который располагается на улице Высокогорная. Строит надежный застройщик, он очень много уже построил. И старт, да, на трех сотках земли, это будет у нас 11 миллионов. Но, чтобы вы понимали, 11 миллионов, ребят, это не просто тупо стены. Это у нас дом в стиле хай-тек, с эксплуатируемой кровлей, просто с потрясающим видом на море. И, конечно же, с территории, которая будет облагорожена. Там будет зелень, там будет заборчик, там будет все. А это всего денег стоит, вы понимаете? Халявы в Сочи не бывает. Поэтому за 11 миллионов это реально хорошее предложение. Если же вид на море не принципиален, и вам хватает 2,5 сотки земли, то можно взять аналогичный домик, 140 квадратных метров в стиле хай-тек, тоже все. Но вида на море не будет. Немножко дальше будет, от автобусной остановки 400 метров, он будет стоить 9 миллионов, там 9,5, да, 9,5, если не ошибаюсь. Ну, подешевле. Но я считаю, что 1,5 миллиона нет смысла экономить. Лучше взять чуть подороже, но там будет больше земли, это раз. И самое главное, доступность к общественному транспорту. Потому что автобусная остановка прямо напротив. Если, например, вдруг ребенку захочется на автобусе передвигаться в школу, если он не захочет пешком идти 35 долбанных минут, то он до школы будет доезжать буквально за 5-7 минут. 5-7 минут на общественном транспорте, это, я считаю, нормально. И автобус там ходит каждые 7 минут, это тоже большой плюс. Теперь, что касается, еще, да, какие дома можно взять. Можно уже взять дома с участком, там, 5 соток, к примеру, взять на той же самой Молдовке, с видом на море будет все, 140 квадратных метров. Но, ну, там будет гора. Ну, горы-косогоры, не каждый из вас любит, все хотят ровную поверхность. Такое тоже имеется. Что касается предела 10 миллионов, уже можно подобрать неплохой участок. Неплохой участок в пределах 7 соток. Уже неплохой, уже тот участок, где хочется строить. Потому что участок до 2 миллионов рублей, как многие хотят. Хотя нет, каких до 2 миллионов рублей? Вы же, уважаемые подписчики. До миллиона рублей со всеми коммуникациями, с видом на море возле парка Ривьера, чтобы сосед был Медведев. Таких участков не бывает. Когда вы видите объявление миллион рублей, скорее всего, там будет сноска миллиона рублей за сотку. Ну, такое часто делают риелторы. Поэтому нормальный участок, это нужно, ну, от 5 миллионов и выше. Если нужен участок 7 соток хотя бы, да, нормальный, это 10 миллионов. Поэтому иногда проще купить уже готовый дом. Потому что застройщики обычно берут оптом большие участки, и им обходится гораздо дешевле. Все, с этим понятно. Теперь, что касается у нас сегмента 10+. Ну, в 10+, на самом деле, кажется, что выбрать легче. На самом деле, нет. Выбрать гораздо сложнее. По одной простой причине требования, требования к этим квартирам, к этим домам гораздо выше. Поэтому покупается и продается недвижимость там гораздо сложнее. Там уже специфически уже на любители. Ну, вот как бы так. Но в любом случае можно выбрать. Если вы спросите меня, что бы я себе выбрал, имея там 15 миллионов рублей, да, я бы себе взял в этом бюджете бы квартиру на 1-майской 21. Хотя я сегодня приехал с моим клиентом, он сказал, Макс, ну что ты мне за дичь показал? Гора, там, подъездные пути просто жесть и так далее. Ну, блин, зато это центр, понимаете? Зато это центр. В пределах 15 миллионов я бы уже рассмотрел бы жилой комплекс «Сокол». Хотя нет, «Сокол» не стал бы смотреть, потому что все-таки до автобусной остановки далеко. И мало ли что там приспичит передвигаться когда-нибудь на автобусе. И меня задолбали таксисты, которые встают в 4 ряда. Вот бывает в 2 ряда встают, а это в 4 ряда встают. Вот в 4 ряда. Ладно, извиняюсь, сорвалось. Это те моменты, которые меня не устраивают в городе Сочи. В общем, выбор-то есть. Да, я могу вам предложить варианты хорошие и за 1 250 000, да, но это будет стройка. И могу показать варианты в пределах, в пределах, в пределах там и 20 миллионов, и 40 миллионов, и 270 миллионов. Все, не могу снять этот домик, я думаю, сниму. Просто я понимаю, что у многих будет гореть, да. Все скажут, что я данлами издеваюсь, что в стороне кризиса, я показываю вам дома на Красной Поляне по 270 миллионов. Но все равно сниму, блин, мало ли что. Как бы есть же у меня и тот 1%, который, например, у меня рассматривает, да, вот запрос есть у меня вот у двоих клиентов в пределах 100 миллионов, что-нибудь такое хорошее, недороговое подобрать. Ну, подберем, проблем-то с этим нету. Все, ребят, вам всем хорошего настроения, вот такие вот у нас цены, да, если вдруг информация была полезна, да, кто-то для себя какой-то жилой комплекс заприметил или еще что-нибудь, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Ну и, конечно же, конечно же, буквально в течение двух недель появится ряд топовых объектов, которые раскупятся в течение одного дня. К примеру, жилой комплекс Радужин и так далее. Ну и, чтобы вам это не профукать и ваше это счастье, я рекомендую вам нажать на колокольчик, подписаться на канал, и вы всегда будете в курсе, в курсе всего, что творится в Сочи и какие новинки появляются. Потому что еще раз могу сказать со 100% уверенности, риэлторы все хорошие, я хороший, да, все хорошие, но вкусные предложения уходят среди риэлторов, среди своих, а вам остается либо перепродажа, либо какой-то шлак, 100%. Поэтому подписывайся, не тормози, и тем самым не профукаешь свое счастье. А теперь, ребят, всем пока, спасибо за просмотр и отличного вам настроения, и пока!